Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их описанием. Парнократы. Бельгийский художник Фелисиен Робс. Год 1978-1975-1948. Часть коллекции провинциального музея Фелисиен Робс на Мюре, Бельгия. Выполнена гуашью и акварельными красками, усиленными пастелью на бумаге. Парнократы считаются самой известной работой Робса. Картина была написана, когда Робсу было 45 лет, и он жил в Париже с Леонтиной Дюлюк и его сестрой Арели, от которых у него были дети. Название произведения можно перевести как «Властитель блуда». Согласно письму Робса, картина была написана в перегретой квартире, полной разных запахов, где у меня поднялась легкая температура, как и что, способствующая производству или даже воспроизведению. На работе изображена женщина, держащая на платке свинью, если смотреть с левой стороны. Женщина, которую называют куртизанкой, почти обнажена, за исключением длинных черных шелковых перчаток, повязки на глазах, шляпы с плюмажем, черные туфели, чулок, а также ленты из золотого и синего шелка. Аксессуаров, которые только подчеркивают его наготу. Над свинью и золотым хвостом три крылатых пути улетают в состояние, похожем на шок или ужас. Робс назвал их «Три любви», «Древняя любовь исчезает в слезах». Существуют различные интерпретации этого произведения. Женщину можно рассматривать как могущественную самку, которую можно рассматривать как образ мужчины в скотском, покорном и невежественном состоянии, которого женщина держит в узде. Свинью с золотым хвостом также можно рассматривать как аллегорию роскоши или даже как животное дьявол, символ блуда, доводящий женщину до слепоты. В любом случае работа отражает видение Робсом женщины своего времени, роковой женщины, которая становилась все более напористой, безжалостной и соблазнительной. Она была человеком-животным, злобно изображенным Фелисиеном Робсом как порнократ, правителем прудоновской порнократии, существом слепо направляемым свинью, символом цирксея, животным-представителем всего сексуального зла. Женщины и свинья идут по мраморной сцене с фризом, изображающим четыре аллегории искусства, скульптуру, музыку, литературу и живопись. Изобразительное искусство изображается в виде серых классических мужских фигур, выглядящих отчаявшимися. Это можно интерпретировать как победу чувственности и эротизма в искусстве, которую создал Робс и его современники и декадентского движения. В отличие от скуки академического искусства той эпохи, первым владельцем работы был бельгийский юрист и коллекционер произведения искусства Эдмон Пеккар. Картина была встречена с возмущением и скандалом во время выставки 1886 года. Вот такое описание к работе Фелисиена Робса. Работа называется «Порнократ». Пока-пока, до свидания.